Я писала об этом также, потому что вообще солдаты очень тяжелые на Второй Чеченской войне. Очень часто ты видишь, как наемники, там есть у нас серия контрактников, да, они такие все огромные, крупные, откормленные, они берут взятки и так далее. И разительная сторона против них – это худые, бледные, недоевшие, грязные, завшивленные наши солдаты, которых бьют, пинают примерно так же, как гражданское население. Это такая же трагедия, потому что, с одной стороны, они учатся, там проходят школу средневековых пыток, средневековое обращение с людьми, а с другой стороны, они сами объекты очень жестокого отношения к себе со стороны старших офицеров, которые обязаны отвечать за них жизнью. Тяжело то, что делала она. Она взвалила на себя груз, в общем-то, который, наверное, как мне кажется, вот если бы даже вот там тысячи журналистов делали бы то, что делала она одна, допустим, они могли бы вполне считать, что вот они нормально выглядят, они правильно работают. То есть она взвалила на себя непомерную просто нож. У нее шли публикации в каждом номере, иногда по две, по три. За каждой публикацией стояли, ну, не просто там из интернета взятые какие-то обороты речи, которые можно легко переделать и публиковать, да, а это схожные собственными, как бы, да, ногами, тропы, это многочисленные разговоры, 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 это исследования, это прочтение уголовных дел, это бесконечные интервью, вникание, понимание. Аня, человек, достаточно впечатлительное. Другое дело, что она всегда очень бережно, бережно относилась к своим коллегам, да, и она многие вещи, ну, просто даже не рассказывала, да. Вот как-то раз, когда был просто включен компьютер, где были показаны пытки, значит, совершенно истязания, да, вот, людей в Чечне, я помню, что я приехала и зашла, и она тут же их выключила, я говорю, да, ну, работайте, что ж такое, да, вот, ну, как бы, она говорит, нет, галета тяжело. То есть, понимаете, она охраняла, да, ну, это удивительные просто вещи, ну, что ж такое, ну, как бы, а потом я вот, а сама я просто поняла, что, а я бы точно не смогла, то есть, вот, мне через, через 2-3 минуты, мне, правда, стало не очень хорошо уже, вот, и весь день меня это преследовало, я полагаю, ее не меньше, просто она ей эти вещи не говорила. Все больше и больше, включаясь в эту чеченскую тему, Аня Политковская как-то очень изменялась как личность. Ну, я не говорю о том, что она похудела, страшно похудела, то есть, ее просто съела эта тема физически. И вот этого журналистского снобизма и, ну, вот, некоторого журналистского тщеславия, который очень часто бывает, наверное, необходимая черта для этой специальности, ничего этого не стало. Вот это, она стала человеком таким вот с обнаженной, без кожи, только воспринимавшей, только воспринимавшей сигналы бедствия со всех сторон, не только, конечно, чечни. Что-то в жизни человека должно происходить или происходит, когда он выбирает для себя какое-то определенное направление этой жизни. Я думаю, что я этот выбор сделала после того, когда, просидев под бомбами, под снарядами, в тот день, когда из подвалов вытаскивала, говорила, выходите быстрее там, старики, женщины, дети. Когда я видела их глаза, когда я увидела их выражение лиц, и когда у меня спросил один из стариков, а нас расстреляют, его взгляд, его выражение лица, вот тогда у меня произошло внутри меня, что я буду делать все, что от меня зависит, чтобы больше не видеть таких глаз. Потому что дети, старики и женщины – это самая незащищенная часть населения, любого населения, любого общества. Возможно, что у Ани тоже был какой-то в жизни перелом, когда она определила для себя, что она будет делать и как она будет жить. Субтитры создавал DimaTorzok Дождливым октябрьским вечером зрители романтического мюзикла «Норд-Пост» превратились в главных действующих лиц одной из самых страшных и циничных трагедий начала 21 века. Татьяна, скажите, пожалуйста, а сейчас есть рядом с вами кто-то из террористов? Да, у нас тут девушки, девушки, я вас беру из чертовых. Дети, родители, которых мы любим. Единственная возможность остаться нам в живых – это единственная возможность. Мы все взлетим на воздух. Если наше правительство в ближайшее время примет решение о выводе войск из Течни и заявит об этом, начнут переговоры. Кремль хранил загадочное молчание и не было и намека на вывод российских войск из Течни. Я, ну, я, говорит, уже смирился, мам, наверное, ну, что, не водите, какого спасения? Говорит, я, наверное, не выдержу. И мне, говорит, только одно – как я тебя там узнаю? Я ему говорила, что, сын, тебе не надо меня будет узнавать. Я тебя держу за руку, я тебя не выпущу. Говорю, мы там вместе. Он говорит, так не хочется маму умирать. Вот это он не сказал. К нам приехал еще один наш очень дорогой для нас человек, который тоже делит с нами все наши самые суровые минуты нашей жизни. Это обозреватель газеты «Новая» Анна Политковская. Здравствуйте. Прежде всего, конечно, вечная память тех, которые погибли, тем, которые погибли. И год и четыре месяца. Лично я думаю, как быть... Как помочь их родным справиться с этой болью? Что сделать ради их памяти? Это очень важно. Заставить власть не апеллировать к ней. Она жестка и бессердечна сегодня. А заставить ее добиться от нее настоящего расследования и признания своих ошибок. Чтобы у меня, как у журналиста, не было поводов писать трагические истории. Спасибо вам, кто год и четыре месяца выживает вопреки тому, что пережили. И большое спасибо, что пригласили. Погиб мать в этом театральном центре. И мать, все, что ей остается, она уже пытается покончить жизнь своимистью. Ее вылавливают там уже чуть ли не с реки и там все. И в итоге Аня приходит к этой женщине и говорит, давайте я напишу о вашем сыне. Вы расскажите мне про его детство. И в итоге публикация Ани – это все, что у этой женщины есть. И дальше они начинают вот так вот сотрудничать. И она ходит с ними по судам, и она решает какие-то их вопросы. И как бы вот оказывается, жизнь не кончена. Оказывается, вот можно. То есть, понимаете, вот это вот человеческое такое участие, кроме того, что журналистская работа, профессионализм и так далее, еще ведь прежде всего и человеческое участие.